Доброе утро, друзья! Сегодня моё видео начинается вот с такой милоты, лопоты, красоты, как много птенцов. Многие маленькие такие, халюсие. Ваня, я с вас схожу за маленькими. Какие они сладкие, уже некоторые постарше. Сейчас три человека принесли хлебушек, еды им. Друзья мои, какие люди хорошие у нас. Любят не только кошек, жилы, собак, ну а также всю живность. Парень ещё подошёл, стоит рядом со мной и смотрит, кушает или нет. Как я люблю смотреть и наблюдать за ними, семей из твоих. Видно, сытые, да? Там вот впереди, видите, мужчина их кормит. Они не хотят. Вот сейчас идут только, идут, смотрите. Кушают. И смотрят, кушают или нет. Мальчик им бросил травку, и они все так начали кушать хорошо. А, джон, им бле. И травку. Кушайте, халюсие. Кушайте. Скажите, хлеба наелись мы уже хлебом. Всё стоит поперёк горли. А травку они хотят. Кушают травку. Пойду я ещё им нарву. Уже третий раз нарвала. Шла-шла и решила сесть посидеть. И записать вам видео. Поболтать с вами немножко. Сейчас установим штативку и начнём беседовать. Не знаю, как меня видно и слышно. Хочется, чтобы вы меня увидели немножко сдалека. Замаскировалась так, потому что сидела там возле горя. И поддувала. Но я не хочу, чтобы лицо попадало за травку моё. Друзья, что я хочу вам сказать и чем хочу похвастаться с вами после того, как мы приносили гостей на их тави. После того, как мы все сделали документы с таталией. После этого на шикарную белью. Вкусно. Мы решили с мужем поститься. Я вообще не думала об этом. Я же не думала, что бы он муж захочет. И тут вдруг он решил. И я так. Мы гуляли в этот прекрасный вечер. Гуляли. Мы приняли решение. Я безумно счастлива. Действительно говорю вам. От всей души я очень счастлива, что приняла такое решение. В том году он тоже пытался садиться. Но из-за того, что ему надо принимать лекарства. Из-за того, что тут все напихает в себя. Потом ему становилось хуже. Ну, раз человек хочет, как можно сказать нет. И я тут подумала и о себе. Он никогда не говорил мне или предлагал. Он вообще никогда не затрагивает меня. Не решает за меня. Вот в чем я уважаю. Могу мужа с ним. Каждый. Понимает за себя решение на суть. И я подумала. Приняла решение, что я буду поддерживать своего мужа. Несмотря на то, что у нас разный режим сна и бодрства. Упомания. Он ложится в 4-5. Я в 6-15 просыпаюсь. Все-таки я решила попробовать. Приняли решение. Все начали. Вчера у меня был первый день. Сегодня второй день. Но иди я здесь. Первый день было очень сложно. Потому, что до йоги я всегда пью очень много воды. 2-3 стакана. 2 стакана. После йоги я пью стакана огромный 300 миллилитров. И после этого заваривала себе несколько кафе. И ритуал у меня такой гадание делала. И вдруг этого очень вчера не хватало. Просто места не находила себе. Так, хотелось мне выпить кофейка. Боже мой. Это было самое такое мое желание завести. Я была никакая. У меня именно... Потом я начала работать над собой. И мешать себе, что я Светлана визуализировала. Действительно, я работала над собой вчера. Я визуализировала, что я пью воду. И прямо испытываю блаженство. От питья воды. Дальше я представляла, как бы я пью кофе. И то же самое. Кайфовала от этого. Ну и кушать мне совсем не хотелось. После йоги легла. Наверное, часа еще подремала. Потом встала. Думаю, нет, Светлана. Надо брать себе руки. Это что такое? Весь мир этот пост держит. А ты единственное так себя плохо ведешь. И я встала. Начинаю заниматься. Горкой. Стирала. Перестирывала вещи. Зимние. Возилась, возилась. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Все, в общем, смотрела, ходила, делала. Но очень медленно. И у меня было единственное желание. Слабость такая, лечь и выспаться. Друзья мои, чем все это закончилось? Мой муж проснулся в три часа. Конечно, злой он, без сигареты, без воды. Все сложно, но особенно и без еды. Как-то, как-то мы вдвоем с ним шутили, хотя шутить много нельзя. Мы поддерживали друг друга. И он мне все спрашивал. Ты выпила буду? Ты кофе выпила? Ты поедешь? Может, когда нет, говорю. Ашка, давай, говорю, сейчас выпьем с тобой кофейку. Он так на меня, глаза округленные, выставил. А я говорю, Ашка, оплын, да, в уме, визуализируем. А-а-а, большое спасибо, говорю, большое. Я говорю, смотри, я беру чашку кофе и визуализирую ее. Вы подумаете, что это, наверное, срабатывает? Это срабатывает вообще пипец. Я почувствую, вот это кофе. Потом вы думаете. Это так, ну, дай мне стоит, друзья мои. Боже мой. Вот уруч нужно держать пост. Почему? Потому что мы ценим то, что мы имеем, друзья мои. Ценим то, что мы едим. Ценим то, что мы пьем. Это такое незабываемое чувство. Я не могу вам просто передать. Насколько я счастлива, что я начала. Даже если вас не просит. Кстати, очень многие христиане наши пробуют это делать. Я уже долго знала. Я подумала, если они могут. Почему я не знаю? Хотя у нас в клинике медицинской в городе Матуре наша хозяйка, она чеченка, мусульманка. И она, несмотря на то, что приезжала в пост, она приезжала в 9 вечера. Она была вся энергичная. Она любила вкусное покушать. И она как бы принимала вместе с нами на вечеринках. Но в этот день она делала все так же, но себе и себе во всем отказывала во многом. В какие-то определенные часы. Это я вспомнила пример из прошлой жизни. И думала, почему нет? Я хочу попробовать себя. Что я способна? Знаете, это как каскеза такая. Когда ты даешь слово, то у тебя начинаются исполняться какие-то желания. Я это делаю не грамотно, поэтому я... Знаете, что я? Да, конечно, у каждого в жизни есть какие-то проблемы, да? Больные вопросы, нерешимые. И тогда хочется изменить ситуацию, что-то поменять. Что-то ускорить. И, к сожалению, мы не в силе это сделать. И не все зависит от нас в этом мире, да? Как бы мы этого ни хотели. И человек от бессилия своего загоняет в себя в угол. Загоняет в себя в угол, несмотря на то, что он должен, знает, что должен умышать. И все только хорошее себе, позитивное. Но, к сожалению, приходит этот негатив в нашу жизнь. А сейчас, в последнее время, его очень много. И вот такое состояние, чтобы не сойти с ума, да? Приходится бороться со своим «я», да? Ну и взамен за то, чтобы исполнили свои желания. Вселенная требует от тебя, и Бог всемогущий требует от тебя. Отказ от людей, от пищи, от каких-то действий, да? От каких-то слов. И мы все идем на это. Вообще нужно сделать это. Это действительно очень много. Друзья мои. Тем более, вот, есть марафоны, где я учусь, да, обучаюсь. Там все плавно. Так ты можешь все это делать после 2-3, потому что мы будем. Ну, а потом померила давление. Думаю, что-то со мной не то. Действительно, у меня было 100 на 60. Я не помню, у тебя такое давление. Единственное, что мне хотелось бы пить. И даже сейчас хочется пить. Ну, я держу себя, потому что я сейчас, сейчас я выпью водички. И вот так. О, это божественно просто такая. Действительно, это срабатывает, друзья мои. Со всеми нужно бороться и со всеми теми. Я спрашивала у других, как мы снимаем в дежурный козы. Они спят у меня, у меня так не получается. И в объем в 6-15 приема пищи появилась сила. Я пришла в себя. Я первым долгом вчера, когда начался рейтар, мужу положила еду, он сумасшедший. Я предупредил, чтобы в 7-14, чтобы еда была на столе. А я приготовила себе все для кофе, заварила. И в первую очередь выпила воду, он сдагал воды огромную. И выпила кофе. А потом мне и кушать не хотелось. Мне не хотелось кушать, друзья мои. Вот это жизнь, да. Человек все может. Но потом поела, потому что нужно есть. После того, как я поела, у меня перестала болеть голова. Я стала добираться сил. Мне стало легче. Мой муж не сладкая. Мне тоже сладкая поел. Я сейчас себе ничего не отказываю. Потом у меня появились силы. Я нарисовала нейрографику. После нейрографики я выучила один куплет гимна турецкого. Слава Богу, слава Богу. А потом я позанималась турецким. Очень довольна. Три урока сразу. И даже не хотела ложиться спать. Сегодня, как вы видите, я зеваю очень долго. Зеваю много, друзья мои. Почему? Не знаю почему. Потому что, наверное, погуляла на свежем воздухе. Я решила скоротать свое время на свежем воздухе. Приготовила свой рюкзак. Приготовила... Геерографику буду рисовать. Геерографику. Да, решила рисовать геерографику. Взяла с собой не воду, не чекала. Взяла с собой полотенечко. Сейчас на это место попрошу голову. Ссягну порисую. Я очень рада этому. Я ей безумно довольна. Совсем мне не трудно. Совсем не трудно. Я такая довольна, что я это делаю. Ну, а какой благодарный и довольный мой муж. Кто как мне шла, должна поддерживать его. Завтра йога будет. С девочками встретимся. Естественно, я не буду пить кофе. Уже сладостей. Но мне завтра будет лучше уже. Я уверена. И у меня появились такие мысли. Появились мысли колоссальные. Но я и поделюсь с вами только тогда, когда они начнут исполняться. Прямо кардинально я решила изменить кофе в своем жизни. Это очень интересно. И это все пришло вчера. До этого я сомневалась. А я решила, сказал, что я буду это делать все. Что буду делать после того, скажу, как только я помочь все. Ну, что, мои друзья, пошла я заниматься своим делом. С праздником вас еще. Всего вам хорошего, подарок. Мирного мира. Всех любил вас. Моя дорогая, я скидываю. Спасибо вам за поддержку. И простите, если что-то со мной не так. Иногда бывают заскоки. Ну, я знаю, что вы все это понимаете. Любите мне такую поправильность. Со скоками, без заскоков. С причудами. Серьезную, очень. Вредную, крикливую. Было такое, что я и ругалась. Ну, простите. Стараюсь над собой работать. Пошла я, друзья мои, дальше. Сижу. Так клонит ко сну. Так хочется спать. Так спокойно. Душа моя радуется. Это что за кайф? А детки такие халюси. Моя Мали, как моя Мали. Маруся. Вот на пути в Градо. Ой, девочки, мальчики. Благодарю всемогущего и вселенную за все. Сейчас буду рисовать. Посмотрите, какая грязь. Я показываю не только все хорошее, но и плохое. Плохие стороны Мерсина. Хотя бы телефон у меня не упал. Так, друзья мои, без паники. Самое главное, это не какашки. Естественно, будет какой-то мусор. Естественно, будет. А как выходили? Пакеты там вон плавают. Не писи, не каки. Вот самое главное. Вон апельсин или мячик какой-то. Вон луковица. Надо быстрее ее схватить. Обед приготовить. Вон лимон, вы видите. Ну, в общем, друзья мои. Иногда море бывает грязное. Да, да, да. Но ничего страшного. Мы люди не капризные. Мы знаем, когда приходить с утра на морюшко наше и купаться в чистом море. Ну, а я вперед из песни возвращаюсь. Чуть-чуть задремала, когда рисовала нейрографику. Рисовала, да. А как делать? Как скоротать свое время? Скажите, пожалуйста. Дома отуреть можно. Это какое счастье, что у меня есть возможность выйти на этот берег, на набережную. И так мне легче намного, чем вчера поститься. Знаете, мне не хочется пить. Мне ничего не хочется. Только хочется спать, друзья. Простите за мое зевание. Я не знаю, с чем это связано, но хочется спать. Вот так. Волны бьют, а я пошла дальше. Как Светлана проводит в свободное время пост. Вот что делает Светлана. Зачем занимается Светлана. Рисует нейрографику. Друзья мои, вот такое вот я еще нарисовала. Видите, нейрографика на камне. Ставьте лайки, подпишитесь на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.